Прививка два в одном. Защита здоровья и приятный подарок. Накануне в Махачкале подвели итоги второго этапа розыгрыша среди вакцинированного населения. Призы победителям вручил сам глава города. Так мэрия столицы выражает благодарность гражданам за формирование коллективного иммунитета. На наш взгляд мероприятие очень полезное, потому что оно добавляет определенное внимание, драйв к программе вакцинации. Потому что те, кто в него участвуют, они делятся своими причинами. Почему они пришли вакцинироваться? Рекомендуют также другим вакцинироваться. Где-то это является и мотивирующей составляющей. Потому что в основном те, кто у нас приходится вакцинироваться, это люди сознательные. Победитель определялся путем случайной генерации цифр. Обладательницей дорогого смартфона стала Найда Садикова. Когда делала вакцину, даже и не знала про розыгрыш. Говорит, просто приняла решение обезопасить себя и своих близких. Я-то вакцину сделала ради детей, чтобы у них мама осталась жива, чтобы не болели. Кроме меня у них никого нет. И не ожидала, что вот это подарков даже. Получить современный гаджет также посчастливилось и бодрому дедушке Рабадану Яхьяеву. Теперь у него не только иммунитет от коронавируса, но и памятный подарок, который ему вручил сам глава города. На самом деле, двойник приятного вам вручить телефон с учетом той позиции, которую вы выразили, и того призыва, с которым вы обращаетесь к махачкалинцам. Приятно, когда получаешь подарок от главы администрации. Останется в моей памяти. Ну, я желаю всем, кто сомневается, не надо сомневаться. Вакцинируйтесь, пожалуйста. Если не хотите, болит. Я, не сомневая, прямо пошел и делал укол, и радостно. А что будете с подарком делать? Сами пользоваться или кому-то? Уже внук заранее ждет, наверное, меня. Врачи, присутствовавшие на церемонии, еще раз напомнили горожанам о необходимости обезопасить себя в период пандемии. По их словам, коронавирус по-прежнему представляет реальную угрозу жизни и здоровью людей. Любому человеку, кто против, я готов предоставить площадку городской больницы, чтобы они пришли и посмотрели, что творится в наших отделениях, что творится в реанимации. Впереди остался последний этап розыгрыша. 25 декабря будет определен победитель главного приза автомобиля «Лада». Карим Даниев, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.